Давай, ты мне что-то сказать хочешь? Всем приятного просмотра, ну а мы начинаем. Всем привет, с вами я, Эдди. И сегодня будет просто мега-классная тачка на нашем тест-драйве, ребята. И это Lamborghini Aventador LP700-4 от Tuning Atelier Liberty Volk LB Performance. И вот эта тачка перед нами, заменяет она игровую модель Infernus. И выглядит просто замечательно, особенно в этом цвете, как раз-таки, который присущ Lamborghini, это желтый цвет, как вы знаете. И давайте-ка мы сядем в эту тачку и просто посмотрим салон хотя бы. Так, вручаем вид от первого лица. Ну, знаете, наверное, в чем минус тачки? В том-то, что не работает активно приборная панель, но, несмотря на это, я все равно делаю тест-драйв этого автомобиля, потому что тут есть Improv Vical Future, что есть огни заднего хода, поворотники, но горят только задние огни. Вот спереди ничего не горит, кроме главных фар и дальнего света, да. А так вот даже аварийка присуща здесь. Хорошо, ребят, давайте, меньше слов, больше дела. Я отдаю добро. Итак, машина стоит ровно, можем начинать. Погнали, начнем. Три, раз, два, три. Окей, let's go. Скажу сразу, тачка очень бодрая, и сотню берет довольно-таки быстро, но тем более крупно проезжает тоже очень быстро, ребята. И вообще, знаете, в чем косяк тачки? В том-то, что когда ты набираешь скорость где-то около 300 или 250, и потом тормозишь, то тачку заносит. Но это нормальное явление для таких быстрых машин. Скажу сразу, максимальная скорость данной тачки это где-то 302 км в час. И вот я вхожу в занос, управляем, и пока что справляемся с управлением, ребята. И скоро близится финишная черта. И же за сколько мы проедем? Все отлично, мы это сделали. И также тут присущи повреждения. Ребята, я очень долго выбирал модель Lamborghini, потому что в интернете их полным-полно, но не у всех есть повреждения, и тем более адаптация под импровод Vical Futures. Но да, я признаю, тут нет адаптации под активную приборную панель, но это не суть, потому что мод не особо важный. Главное то, что даже у нас отлетает просто подвеска передняя, это просто жесть, бампер. Повреждения тоже на высшем уровне. Можем приподнять багажник, там сзади двигатель, как я понимаю, капот, и там вообще ничего нет оказывается, да? Или есть стоп? А, это типа багажник, а только спереди, как на Porsche. Я все вспомнил. Отлично, ребята, вот такая тачка. Предлагаю включить отражения. Тоже очень красиво смотрится с отражениями. В принципе, что еще я рассказывал? Просто давно не было уже в выпусках. Я уже подзабыл, как снимать тест-драйвы, что я еще вам рассказывал и показывал. Но, в принципе, все, ребята. Вот такая суть модификации. Окей, вырубайте отражения. Что-то они не особо уже идут мне. Очень классные кресла, такие спортивные, конечно. Но вот видите, то есть нету активной приборной панели, то есть спидометр просто мертвый. Но, несмотря на это, тачка очень здравая, бодрая и шикарная. Ну, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Была такая крутая и просто мега классная тачка, как Lamborghini Aventador LP700-4. И реально тачка классная. На этом все. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Скачивайте. И ссылку я оставлю в описании, либо в комментариях. Всем удачи и всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok